Я никогда, сколько бы мне не пришлось жить, не забуду его фигуры в дверях, в блузе, со свечой в руках и светлым-светлым лицом, решительным и прекрасным. Так писала Александра Львовна Толстая о своем отце, вспоминая его накануне ухода в ночь на 28 октября 1910 года. В его руках была свеча, возможно, та, что стоит в подсвечнике на прикроватной тумбочке в его спальне. В 1910 году в доме писателя не было электричества, хотя в это время уже многие усадьбы были электрифицированы. В ближайшем к Ясной Поляне уездном городе Крапивне была своя электростанция, но в Яснополянском доме вечером зажигали лампы и свечи. В быту использовали три вида свечей – сальные, стеариновые и восковые. Самыми дешевыми были сальные свечи. Их путь стоил от 5 до 6 рублей, а самыми дорогими – восковые. В семье Толстых предпочитали так называемые стеариновые калетовские свечи, названные так по имени французского инженера Калета, который в 30-е годы 19 века начал стеариновое дело в России. Стеарин получали при топке сала с последующим удалением масляной составляющей. В отличие от сальных, стеариновые свечи не дымили, не давали копоти и неприятного запаха. К тому же лучше выглядели и распространяли яркий свет. Описывая обстановку Яснополянского дома 60-х годов 19 века, свояченица Толстого Татьяна Андреевна Кузьминская отмечала «Простота в Яснополянском доме поражала меня. Никакой роскоши не было в нем. В столовой и гостиной – олиновые лампы, а чаще горели калетовские свечи, в людских – сальные свечки». Лев Николаевич любил читать и работать при свечах, причем всегда зажигал одну свечу, экономя и считая, что сильный свет от лампы и множество свечей утомляет глазам. Свечи и спички всегда лежали на прикроватной тумбочке писателя. Душан Петрович Маковицкий, домашний врач Толстых, в Яснополянских записках замечал. Лев Николаевич всегда старался схватывать приходившую ему новую мысль в ее зените и не ленился иногда раз пять в течение ночи зажигать свечу и записывать новые мысли. Свеча в подсвечнике, что стоит сейчас на тумбочке Льва Толстого, освещала эту комнату во время ухода писателя из Ясной Поляны. Сам подсвечник простой, в виде блюдца с ручкой. Он предназначен в первую очередь для освещения комнат при передвижении. Подобные подсвечники производились на одной из фабрик московского купца первой гильдии Алексея Сергеевича Юдина и были очень популярны. По краю поддона подсвечника можно увидеть надпись, клеймо «Первый Юдин». В творчестве Толстого образ свечи занимает особое место. В 1885 году Лев Николаевич написал рассказ «Свечка», в котором свеча для жестокого приказчика стала предвестником его скорой гибели. Первоначально рассказ назывался «Мне отмщение и ас воздам». Но еще раньше, начиная работу над Анной Карениной, это библейское изречение писатель взял эпиграфом к своему произведению. Свеча в романе Анна Каренина – символ жизни главной героини. Глядя на свечу в спальне писателя, вспоминается эпизод из романа, в котором Анна, лежа в постели, при свете одной догорающей свечи, размышляет о возможности своей смерти. И как явственно становится эта мысль, когда свеча гаснет. Немногим позже Анна размышляет о жизни, как о свече. Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше не на что, когда гадко смотреть на все это. И писатель следует за своей героиней. Свеча, при которой она читала исполненную тревог, обмана, в горе и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь светом. Осветила ей все то, что прежде было во мраке. Затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла. Свеча на прикроватной тумбочке Толстого, символ и свидетель его ухода из Ясной Поляны, стала невольной аллюзией на уход из жизни одной из главных героинь писателя. В один из яснополянских вечеров, глядя на зажженную свечу, Лев Николаевич отметил. Свеча невольно освещает. Так и человек, делаясь лучше, невольно освещает вокруг себя. Это Богом так устроено, что человек в той мере действует на других, в какой работает над собой. Таким человеком был и остается для многих людей Лев Николаевич Толстой.